Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал и вчера вышла iOS 14.5.1. Обновление вышло совсем неожиданно, никто его не ожидал, скорее всего вы даже об этом не знали. Кстати, если вы зайдете в настройки, то вы видите новый интерфейс обновления. Теперь это появляется отдельной плашкой сразу под вашим Apple ID. Раньше нужно было переходить в настройки основные и там в обновление ПО. Теперь это все делается намного проще и быстрее. Давайте поговорим, стоит ли обновляться на новую систему, как там дела с батареей и производительностью. И что там нового. Будьте рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. И обоим, как всегда, в Телеграме, ссылка на который в описании. Начнем с веса обновления. В зависимости от вашего устройства, это около 150 МБ. Вес небольшой, сразу понятно, что здесь ничего масштабного ждать не стоит. Касательно версии ПО сотовых данных, то оно осталось неизменным. Поэтому, если у вас прием сети был лучше, он и будет такой же, какой был на 145. Если было плохо, останется плохо. Вы, ребят, пишите в комментариях, как у вас прием сотовых данных. Например, мой опыт, что с 14.5 реально сеть стала ловить лучше. То есть, всегда сеть не теряется, интернет мобильный не падает. И это уже очень радует. Теперь, что там нового. Во-первых, начнем с баков, которые Apple пофиксила. В Safari была уязвимость, которая касалась WebKit. То есть, что-то там не прогружалось, и данные могли утекать не на те источники. То есть, хранится на серверах или что-то подобное. С этим обновлением Apple это исправила. Так что, это реально серьезный баг, который был. И теперь браузить в Safari можно еще удобнее. Кстати, для браузинга отличное устройство. Это iPhone 11. Большой экран, относительно новый телефон. И недорогой, относительно 12-х iPhone. На e-каталоге вы видите цены. Можно посмотреть динамику цены. Она сейчас снижается. Так что, если вы хотели телефон для браузинга, для игр, для контента. Это классный выбор. Можно смотреть характеристики, отзывы, которые пишут реальные люди. Ну и, конечно же, магазины. Нажав на кнопку, где купить, можете отсортировать магазины по цене. И сверху будут лучшие предложения. Для вас ссылку на iPhone 11 я оставлю в описании к этому видео. Переходите, если давно хотели себе топовый телефон. Цена сейчас реально снижается. Теперь главные фишки обновления. Дело в том, что был серьезный баг, который касался отслеживания ваших действий в других приложениях. Если мы с вами зайдем в настройки, конфиденциальность, отслеживание. Здесь вы видите, что у вас приложения могут спрашивать запрос на разрешение для отслеживания ваших действий в других программах. У некоторых людей эта плашка была просто серая. То есть у меня, вы видите, есть активные переключатели, которые можно переключить. И это все будет работать, и приложения будут спрашивать, разрешать отслеживание моих действий или не разрешать. Конечно, если вы адекватный человек, вы всегда будете нажимать «не разрешать», чтобы другие программы и другие разработчики не видели, что я делаю в других приложениях и не получали этих данных. Таким образом, я буду более безопасен, более защищен в интернете, потому что никакие мои действия никуда идти не будут. Так вот, ребята, очень важно, чтобы вы зашли в настройки конфиденциальность отслеживания и написали в комментариях, серая ли у вас здесь зона, или у вас есть активный переключатель. Потому что функция реально полезная, ее стоит включить. Но у многих она до сих пор, даже в 14.5.1, где есть в описании обновления фикс этого бага, этот баг продолжает оставаться. Как пишут в интернете, говорят, это связано с Apple ID. То есть что-то там конфликтует друг с другом, и люди, если обновляются на 14.6, это как бы подтягивает информацию для всех устройств в Apple ID, и этот переключатель становится активным. То есть в 14.6 это уже точно исправили. На 14.5.1, ну 50 на 50, в зависимости, как вашему устройству повезет. Стоит упомянуть iPhone 12 и зеленение экрана. Если у вас есть 12 iPhone, возможно, экран в темноте немного зеленит. Это касается, кажется, первых партий. Был небольшой брочок, и Apple с этим боролась с обновлениями iOS. Говорят, что на 14.5 у многих это зеленение ушло, но у многих также осталось. Вы, ребят, пробуйте 14.5.1, и пишите в комментариях, ушло зеленение экрана, или все как было, так и осталось. Или никогда даже не встречали этот баг. Напоследок, производительность и батарея. По производительности это точный клон 14.5, и эта система очень хорошая. Дело в том, что Apple ее отлично оптимизировала, бета-тестирование шло очень долго, поэтому из системы искоренили огромное количество багов. В этом плане, если вам важна производительность, я бы обновлялся. Это важно и для игры, и в целом для повседневного использования. Однако, что я заметил, это тот самый нагрев в Safari, о котором вы писали. То есть, если вы что-то делаете в Safari, при этом на минимальной яркости, то есть, вы не смотрите какой-то большой тяжелый сайт, вот просто, я не знаю, зашли какое-то видео посмотреть на каком-то сайте, который не очень сложный. Так вот, иногда мог происходить нагрев. И говорят, что это связано с теми багами, о которых я говорил в начале. То есть, там что-то с веб-китом, когда информация непонятно куда девалась. Сейчас на 14.5.1 этого нет, но нужно тестировать дольше, чтобы понять, реально убрали или реально осталось. Если у вас есть нагрев в Safari, пишите, как у вас дела. Ну, и по батарейке тут также сказать нечего. 14.5 в плане батарейки нормально держит, поэтому я бы ставил, если батарейка также важна. Да и в целом, Apple сама рекомендует устанавливать обновление, потому что там важные фиксы по безопасности. А это реально важно, ведь фишка, которую исправили, очень крутая. Когда же нам ждать выход iOS 14.6? Если мы с вами зайдем в календарь, мы увидим, что сегодня уже четвертое число. То есть, чуть больше месяца остается до презентации iOS 15. И 14.6 это как бы переходная система, грубо говоря. Поэтому она не должна выйти после первой бета iOS 15. Так вот, где-то через пару недель, возможно, в районе 18-19 мая, мы с вами ждем выход 14.6 для всех. Так что, ребят, если вам нравится видео по обновлениям, пишите в комментариях, как у вас работает 14.5.1. Если что-то не так, попробуем решить ваши проблемы. Буду рад также, если поддержите видео пальцем вверх, подпишитесь на канал. Пока!